Всем привет, друзья! С вами снова Александр. И сегодня мы с вами поговорим о коляске. Вообще, если последние мои ролики смотрели, наверное, обратили внимание, что сейчас в преддверии зимы я акцентирую свое внимание на колясках, которые очень круто подходят для очень холодного времени года, для вот Санкт-Петербурга с нашими чудесными ветрами. И нам нужно защитить ребенка от ветра, от непогоды. И сегодня очень хороший представитель для таких целей, скажем так. Это коляска Тутис. Вообще, сейчас в ближайшее время весь модельный ряд у меня выйдут обзоры, а потом мы за Лимом будем делать сравнительные, конкретно лоб в лоб сравнивать эти колясочки. И с конкурентами ближайшими тоже сделаем сравнение. Тутис Vivo 4 сегодня рассмотрим, плюс вот в такой вот интересной расцветочке дизайнерскими решениями в виде звезд. Звезды, кстати, они на липучках отстегиваются, если что, вдруг. Вот. Vivo 4, комплектации 2 в 1. Если что, это Литва, вдруг кто не знал. Один год производитель дает гарантию на свои колясочки, но из своего личного опыта могу вам сказать, что это одни из самых беспроблемных колясок на сегодняшний день. В принципе, при должном уходе, если вы хотя бы раз в 2 месяца с силиконовой смазочкой там все пройдете, смажете, там, в дэшечке, чтобы грязь вышла, ржавчинка, которая потихоньку, но появляется, к сожалению, то проблем вы знать с коляской не будете точно. Вот. Сильная сторона вообще Тутисов на сегодняшний день, это их вес при их большом размере и вместительности. Вес с люлькой 11,7 кг. Это вес обычной книжки-прогулки на сегодняшний день. Если что, это благодаря специальному материалу, специальному материалу, из чего сделана люлька. Он очень легкий. Вот. С сидением прогулочным к нему мы вернемся, дойдем до него, точнее говоря, 12,2 кг. Тоже круто. Кстати, наклон 110-175 в прогулке. Естественно, посмотрим. Это тоже хороший показатель. С рождения до 3 лет приблизительно можно катать. Ширина колесной базы здесь тоже абсолютно небольшая, 59 сантиметров. В любой лифт, везде вы заедете. И у нее большая люлька 77 и 32. Действительно, в меховом конверте, да как угодно, вы спокойно здесь упакуете своего ребеночка. Начнем изучать с вами люльки. Вот нам уже перед вами стоит тут пару минут, пока мы все обсуждаем. Вы уже видите, как это все выглядит. Дизайнерские решения тоже достаточно интересные. Это вообще вот limited edition расцветка, если что. Снизу у нас вот такая золотистая основание, обитое, если я не ошибаюсь. Это эко-кожа. Все приятно, дорого выглядит. Сверху просто материал. Материалы классные, мягкие, приятные, гладенькие. В общем, к материалам у меня вообще претензий нет. Кстати, из такой приятных фишек, что я оценил в этих колясочках, это возможность при сильном ветре, вот здесь вот крепление есть специальное, петельки фиксируем, и у нас ребенок полностью закрыт, и мы продолжаем его видеть вот в это окошко. Это просто пушка вообще. Ручка для переноски у нас удобная есть, и под ручкой нет отверстия, туда ничего не залетает. Этот козырек мы можем внутрь завернуть, если он вдруг нам не нужен, если что. А что мне еще нравится, то что вот эта вот накидочка на ножки, она на замочках, мы с двух сторон вот так оттянули, и попали к ребеночку. А сама она еще дополнительно магнитиками вот сбоку фиксируется, чтобы вот верхняя часть, она не заваливалась никуда. Все, вот таким образом мы попадаем к ребеночку. Все, вы заметили, что я нажал одну кнопочку, не две сразу, и спокойно этой же рукой подтолкнул козырек, и он ушел. И посмотрите, здесь внутри тоже все в звездочках, все круто выполнено, ткани классные. Можно приподнять вот эту спиночку, чтобы ребенка полу посадить, так скажем, когда подрастет. Матрасик достаточно прикольный, толстенький, мягенький. В общем, очень уютное гнездышко у ребенка, поэтому все окей. В общем, к люлькам вообще никаких претензий у меня никогда не было у этого бренда. Поднимаем, есть небольшие щелчки. Если мы держим кнопку при этом, щелчков никаких нет. Поэтому, если кто-то боится, что ребенка напугаете, не напугаете. Все хорошо. Смотрите, еще можно вот здесь вот сделать вот так. Открыть и здесь спокойно проветривать. Вот таким образом все это выглядит. Так, давайте я сейчас сниму. Посмотрим на основание. Кнопки с памятью. С эффектом памяти. Из минусов, нет ножек, друзья. И это все вот нежный материальчик, которым все как кожа бита, можно поцарапать. Поэтому кладите аккуратненько. Желательно на асфальт не опускайте. Вот так вот потихонечку я положу, чтобы не повредить. Так, пришло время прогулочного блока. Прогулочный блок, друзья, естественно, реверсивный. И можно и по ходу, и против хода ставить. Естественно. Как без этого? Когда два в одном, это в 99% случаях именно так и происходит. Так, сумочку. Мы к ней вернемся. Пока просто посмотрим блок. Так, опущу как раз на те 170, 170, по-моему, градусов, 175 градусов. Посмотрим с вами на козырек. Козырек тут, друзья, очень большой. Подножечку так можно опустить. Вот. Давайте сразу посмотрим. Вот такая вот накидочка. Очень большая накидка на ножки. Естественно, тоже вся непродуваемая и тому подобное. Снизу внахлёст она одевается на подножку и полностью закрывает ребенка также вот с этим бортиком. И учитывая такой козырек, то ребенка там даже вот такой вот щели, ну, щелочка остается, конечно, но я к тому, что максимально ребенок будет упакован и закрыт. Прям очень хорошо подходит, как я вначале начал говорить, к холодному времени году все подготовлено. Видите, вот эта секция, она у нас она у нас здесь вот на замочке фиксируется. Если нужен большой, то открыли. Не нужен такой огромный. Просто фиксируем, закрываем, точнее говоря, его, и все. Так, по козырьку понятно. Из-за того, что мне не нравится, вы видели сейчас, чтобы козырьком воспользоваться, мне пришлось нажать эти кнопочки. Ну, хотя бы как в люльке сделали бы с одной стороны. Ну, видимо, какие-то технические в этом есть сложности. Я этого не знаю. Вот, соответственно, козырек у нас большой, регулируется, все окей. Вот, 175 градусов мы лежим и 110 сидим. Да, 110 сидим. А 110 сидим – это прекрасный угол наклона, такая капитанская посадка, сильно спинка не завалена. В общем, ребенку здесь отлично. В комплекте мягкий матрасик вот такой. Вот я бы вообще никогда не убирал, он не мешает, но мягче. Пятиточные стандартные ремни, мягкие накладки на паховой и на плечевой зоне. Вот такая вот перемычка есть на бампере, чтобы, если вдруг вы не пристегнули, ребенок не проскочит. Все окей. Бампер здесь, соответственно, тоже ВК-кожа. Сейчас я эту кнопочку найду. Кнопочка, ты где? Вот она ты. Вот, смотрите, перемычку надо будет убирать, чтобы как калиточка откинуть бампер. Бампер тоже в ЭК-кожа, как и ручка. Ну, к ручке сейчас мы придем. Можно откинуть, чтобы посадить ребеночка. Регулируется подножка у нас вот таким образом. Здесь тоже ЭК-кожа. И, наверное, бы я сделал здесь какой-нибудь прорезиненный материал. Здесь все в угоду дизайну, ЭК-кожа, тому подобное. Вот они ЭК-кожу делают, но там бы, где ножки, ботинки, я бы делал что-то прорезиненное, чтобы это все не портилось. В общем, вот как-то так. Видите, зря хочу поправить, и нужно обязательно кнопочки нажимать. Ну, такое себе решение. Так, смотрите, давайте посмотрим, что за рама у нас такая. Кстати, вот здесь есть липучки для вот этих звездочек. Спокойно сюда можем это все прикрепить. Все-таки такие дизайнерские решения. Вот, смотрите, что касается ручки, ручка регулируется, регулируется она у нас вот таким вот способом. Диапазон широчайший. На любой рост можно подобрать. Даже вот какой-нибудь старший, там, пятилетний ребеночек сможет помогать вам катать своего маленького брата или сестренку. В общем, с рамой все окей. И хочу еще отметить эти коляски Vivo. Вот эта серия вся. Уны, лакшери, 4 и тому подобное. И вот это, они очень мягкие. Здесь стоит амортизаторы. Вот здесь также их можно отрегулировать по жесткости. Это регулируется простым способом. Поворотом и снизу тоже. Тем самым, зажимая чуть-чуть, и остается меньше ход. И она таким образом становится жестче. Ну, очень мягкая колясочка. Прям вот очень. Так, что касается передней оси, они всегда чуть жестче делаются, фиксируются. Все, вот таким вот образом. В общем, супер. Колеса у нас просто резиновые, мягкие, тихие. Камер нет, вы ничего не проколите. Багажник здесь выполнен тоже из эко-кожи. Все дорого-богато. И он у нас закрывающийся. То бишь, накидали, и можно там все это спрятать, закрыть. Так, тормоз, друзья, самый четкий, классный тормоз. Ставим на тормоз. Сверху же, причем, видите, я мизинчиком могу это делать. Очень легкий тормоз. Поэтому тормоз тут вообще топчик. Не ковыряйте обувь. Колеса здесь очень легко снимаются одной кнопочкой, передней также. Это для обслуживания будет очень актуально, чтобы продуть, ВДшечкой пролить, потом силиконовой смазочкой смазать и горе знать не будете с коляской в принципе вообще. Так, давайте теперь посмотрим, как колясочка складывается, потому что это у нас достаточно важный момент, друзья. Смотрите, что нам для этого нужно. Вообще, я всегда рекомендую в таких крупных колясочках отдельно блок сложить, раму и потом уже блок опускать. Ну, давайте попробуем, например, по ходу движения. Против хода, я уверен, что она так не сложится, но сложим ее вместе с прогулочным блоком по ходу движения. Смотрите, здесь вот такие курки и сверху на них кнопочки. Отжимаем и, соответственно, опускаем. Вот таким образом опускаем подножечку. Бампер можно, соответственно, скинуть. Вот так вот. Это максимально компактный вариант, чего мы можем с вами здесь добиться. Соответственно, можно, в принципе, отстегнуть прогулочный блок, но в данном случае мы не выиграем в пространстве, потому что он, по сути, в это же место и встанет. Поэтому так вот нормально можно складывать с прогулочным блоком. И, собственно, естественно, она не карманная, она большая коляска, но она при этом легкая. В общем, разобрались, как она у нас складывается. И давайте вернемся к сумочке, которую я вот убрал не так давно и посмотрим на нее. На ней, соответственно, также есть такая звездочка. Он как рюкзак, этот вариант сумочки. Так она фиксируется на саму коляску. и, соответственно, там у нас лежит дождевик, москитка, подстаканник. Все самое необходимое здесь есть. В принципе, по большому счету глобально ничего докупать вам не будет нужно. А по комплектации я проверю, все ли я здесь вижу. Дождевик, все. В принципе, это все. Вот. По большому счету, друзья, всю информацию, которую я хотел донести, мне кажется, я донес. Мое мнение вообще, наверное, по соотношению цены и качества на сегодняшний день это одно из самых таких интересных предложений. По дизайну они тоже интересные такие комбинации делают. Даже, вот видите, лимитированная серия. Сейчас мы ее с вами обозреваем. А это далеко даже и премиум сегменты не всегда делают. Вот. Ходовые качества очень мягкое, очень вместительное, теплое. надежное, относительно недорогая. Поэтому, как я могу ее не рекомендовать для рассмотрения, друзья. Поэтому ссылочка внизу на нее в описании есть. Переходите, смотрите. Можете приехать к нам в магазины Первая коляска. Их больше 10-11 магазинов по России. Приезжайте, смотрите, с детьми можете, если ты уже есть у вас ребеночек маленький. Можете до нас добраться. Можно все это посадить, покатать по магазину и почувствовать, как она подходит вам колясочкой в зеркало, посмотреть, как она смотрится с вами вместе. В общем, я заканчиваю, друзья. Если выбор, если вам была полезная информация, то ставьте свой царский лайк, обзор понравился, обязательно подписывайтесь на канал. И я хочу пожелать вам сделать главное, хороший выбор колясочки для вашего ребенка и для вас. До свидания. Удачи на дорогах.